Приветствую вас! И с вами снова Наталья Вейлис, ваш психолог и коуч. И мы с вами продолжаем наше уникальное путешествие на пути любви к себе. Итак, давайте же вспомним, чем мы занимались с вами на прошлом занятии. На прошлом занятии вы узнали о том, что самый первый уровень на пути любви к себе – это любовь действия. Которые находятся на уровне наших инстинктов и физического тела. А также на этом уровне есть четыре последовательных друг за другом ступени. Это действия, это ритуалы, это привычки и это энергетические циклы. А также очень ценная мысль, которую мы с вами вывели за два прошедшего занятия – это то, что все уровни мы проходим последовательно, уровень за уровнем. И если вдруг мы перепрыгнем через какой-то уровень, через два или через три, или даже через один, то рано или поздно нам придётся вернуться на этот уровень и решить его проблемы и задачи. Хотим мы или не хотим, но это нам всё равно придётся сделать. Ну что ж, а сегодня мы с вами поговорим о следующем уровне. И он называется «Любовь-чувство». И сегодня мы с вами будем говорить о наших эмоциях. Ну что ж, вы готовы? Тогда мы отправляемся. Все наши эмоции формируются в лимбической системе, так называемом мозге млекопитающего, которому порядка уже 50 миллионов лет. Лимбическая система – это наши эмоции, это наша интуиция, чувство стадности, сопричастности и доминирование. И если на уровне инстинктов наши паттерны поведения формировались тысячи лет назад, то эмоциональные паттерны формируются у нас в нашем детстве. Поэтому, именно поэтому, когда человек оказывается уже в своём взрослом состоянии, в похожей ситуации те же, что и в детстве, он чувствует одни и те же эмоции. Например, когда вы в детстве приходили со школы и приносили хорошие оценки, то вас хвалили, и вы, соответственно, радовались. А сейчас вы уже взрослый человек, и вы приносите с работы так называемые хорошие оценки в виде зарплаты или похвалы какой-то. Когда вы приходите домой, а вас не хвалят, что происходит с вами? То есть происходит разрыв шаблона, и, соответственно, внутренний конфликт возникает у человека. И наша с вами задача на этом уровне, на уровне любовь-чувства, научиться управлять нашими эмоциями. И вот на этом уровне существует тоже четыре последовательных друг за другом ступеней. Это. Что нужно сделать? Первое – это научиться чувствовать эмоции. Второе – это научиться определять эмоции. Третье – это научиться их проговаривать. И четвёртое – это наше метасостояние. И сейчас мы с вами каждый из этих уровней разберём более подробно. Моя практика показывает, что большинство людей не умеют определять свои эмоции. Вернее, очень яркие такие и основные эмоции мы все с вами можем определить. Например, радость. Вы знаете, как вы радуетесь, радуетесь, и как у вас проявляется эта эмоция. Либо гнев. Вы тоже это наверняка знаете. А вот оттенки этих эмоций очень сложно людям определять. И достаточно часто мне говорят, что я не знаю, что я сейчас чувствую. Или я вообще сейчас ничего не чувствую. Хотя вообще не чувствуют эмоции – это только мёртвые люди. А мы все с вами, то есть живые люди, мы всегда что-то и какие-либо оттенки эмоций чувствуем. И их ощущаем. Итак, когда мы с вами чувствуем положительные, позитивные эмоции, мы обычно их проявляем. Ну, допустим, радость или там нам весело, потому что мы смеёмся. А вот негативные эмоции, скажите, пожалуйста, что вы с ними делаете, когда вы их чувствуете? И наверняка ваш ответ совпадёт с моим. Вы начинаете их, ну, стараетесь, по крайней мере, их подавлять. То есть начинаете с ними бороться. Так вот, на самом деле бороться с эмоцией не нужно. Не нужно её подавлять. А нужно научиться наблюдать за вашей эмоцией и проживать. Потому что только в этом случае, когда вы проживаете эмоцию, вы даёте шанс вашей эмоции завершиться. И здесь вступает закон Ньютона в силу. То есть сила действия равна противодействию. Если мы с вами начинаем бороться с эмоцией, начинаем её подавлять, то она начинает сильнее нас с вами беспокоить. Итак, давайте же вообще разберёмся, что такое эмоция. Мы говорим эмоции, эмоции, эмоции. А что это такое? И почему её нельзя подавлять? Итак, эмоция – это энергия, которую выделил наш организм для того, чтобы мы совершили какое-либо действие. Ну, например, если вам очень радостно, что вы хотите сделать? Вы хотите прыгать, кружиться или там хлопать в ладоши и так далее. Правильно? Конечно. А если вы испытываете гнев или ярость, то что вам хочется сделать в этот момент? Конечно же, вам хочется, допустим, кому-то в морду дать. Да? Вот. Так вот, когда вы начинаете бороться с эмоцией или её подавлять, вот эту энергию вы не выпускаете. Вы её начинаете снова, ну что, в себе оставлять. Вот. И давайте метафорически представим, что энергия в виде шарика. То есть вы её начинаете на этот шар давить. Правильно? И этот шар начинает у вас уплотняться. И так как у каждой эмоции есть своё место в нашем теле, то что? Этот шарик уплотнённый, он где-то в каком-то органе в нашем теле, он осаждается, да? Ну, откладывается, да? Находит это место. И слышали наверняка вы это слово психосоматика. То есть, когда много таких уплотнённых шариков в одном каком-нибудь органе скапливается, то именно этот орган начинает заболевать. Так вот, значит, наша с вами задача на первом уровне – это научиться определять эмоцию, научиться её чувствовать, научиться её проживать, эту эмоцию. Как мы её можем проживать? То есть, когда мы чувствуем эмоцию, какую-либо, наша с вами задача – что сделать? Своё внимание направить внутрь на эту эмоцию, определить, где в нашем теле эта эмоция есть. Вот мы определили её, допустим, она у вас где-то здесь в груди, вы чувствуете, да, там гнев, и вот он у вас вот здесь в груди. Что вы делаете? Вам ваша задача – дать физические параметры этой эмоции. Например, какого она цвета, какой формы, там, по плотности какой, какая температура этой эмоции. Как только вы начнёте эмоции давать, физические параметры, она с ней что-то начнёт происходить. Она может передвигаться по вашему телу, и ваша задача – наблюдать за ней. Как только она передвинулась, вы наблюдаете за ней, она подвигалась по вашему телу, и в конечном итоге она уйдёт из вашего тела. Так вот, это уровень первый – научиться чувствовать и проживать вашу эмоцию. Ну что ж, а мы с вами шаг за шагом, очень плавно сразу же перешли на следующую ступень, на второй уровень. Итак, наша с вами задача на втором уровне – это научиться определять и называть вашу эмоцию. И сейчас я вам предлагаю сделать упражнение прямо сейчас вот вместе со мной. Итак, сядьте, чтобы вам было удобно. И прямо сейчас закройте глаза. Закрыли. И сейчас вам необходимо… Давайте вспомните, как вот в ближайшее время вы чувствовали радость. И пусть это будет не запредельная какая-то сильная такая радость, а где-то баллов на 4, на 5 по 10-бальной шкале. Ну, такая лёгкая радость. Итак, вы сейчас чувствуете радость, лёгкую радость. И, пожалуйста, определите, где в вашем теле вы её чувствуете. Обозначьте это место. Вы даже можете для облегчения положить руку на это место. И таким внутренним своим вниманием, пожалуйста, посмотрите, на что похожа ваша радость. Вы можете определить, какой она формы, какого цвета, какая она по температуре. Возможно, вы сможете определить, какая она по плотности, мягкая или твёрдая. И как только… Заметьте, как только вы дали ей физические параметры, с ней стало что-то происходить. Она начала либо двигаться, перемещаться в вашем теле, либо как-то трансформироваться. И сейчас направьте своё внутреннее внимание на эту эмоцию и проговорите. Можете вслух. Я радуюсь. И ещё раз. Я радуюсь. И третий раз. Я радуюсь. И сейчас посмотрите, что происходит с вашей эмоцией. Она у вас сейчас трансформируется. И дайте ей возможность вашей эмоции уйти. И запомните, пожалуйста, свои ощущения. Замечательно. А сейчас давайте с вами это же самое упражнение проделаем только с негативной эмоцией. Ну, например, возьмём такую эмоцию, как грусть. И опять же, пусть это будет не запредельная такая грусть, грусть грустная, да, а лёгкая грусть баллов на 4-5 по десятибальной шкале. Итак, вы сейчас сидите удобно, и ваши глаза закрыты. И сейчас вспомните ту самую лёгкую грусть. Как вы её чувствуете? И сейчас определите, где в вашем теле проявляется эта лёгкая грусть. И положите руку на это место. Сделайте контакт с телом. Где? Может быть, это будет в руке, в ноге, может быть, это будет в груди, в голове, может быть, это даже рядом с вашим телом. И если это на вашем теле, то можете руку положить. Если в ней тело, ну, просто своё внутреннее внимание направьте на эту эмоцию. И сейчас посмотрите, на что похожа ваша эмоция. Какая текстура, какая форма у вашей эмоции, какая она по температуре, какого цвета ваша эмоция. И обратите внимание, что как только вы начали давать вашей эмоции физические параметры, с ней опять что-то происходит. Она начинает трансформироваться или передвигаться по вашему телу. И сейчас, когда вы смотрите своим внутренним вниманием на вашу эмоцию, проговорите вслух «Мне грустно». И ещё раз «Мне грустно». И наблюдайте за вашей эмоцией. И ещё раз «Мне грустно». И сейчас наблюдайте просто, как ваша эмоция, трансформируясь, начинает уходить из вашего тела. Запомните, пожалуйста, свои ощущения сейчас. И потихонечку открывайте глаза. Замечательно. Я вас поздравляю. Вы дали завершиться. Вы сейчас прожили эту эмоцию, прочувствовали её, определили, назвали. И мы сразу с вами в этом упражнении перешли на следующий уровень, на третий, то есть вы эту эмоцию сейчас проговорили. И вот в результате этого ваша эмоция трансформировалась, завершилась и ушла из вашего тела. А мы с вами переходим на следующий уровень, на уровень мета. И следующий уровень это уровень мета-состояния. И здесь очень важно помнить о том, что на нашем уровне, на эмоциональном, невозможно ничего сделать с эмоцией. Её можно здесь только прожить. А вот с помощью нашего тела, либо с помощью разума, мы можем повлиять на нашу эмоцию и научиться управлять наши эмоции. И сейчас я предлагаю вам проделать вместе со мной ещё одно упражнение на мета-уровне, когда одна эмоция обволакивается другой. Итак, сейчас, пожалуйста, вспомните какую-то свою негативную эмоцию, вот прям такую сильную эмоцию, негативную, которую, ну вот, совсем недавно вы её чувствовали. И произнесите её для себя вслух. Допустим, я злюсь, или я гневаюсь, или я раздражена. И прям сейчас прочувствуйте, вспомните эту эмоцию, какая она. И когда сейчас вы вот в этом состоянии, вы произнесли эту эмоцию, пожалуйста, подумайте, какую информацию несёт для вас эта эмоция, какой урок вы должны были прожить, вот прочувствую эту эмоцию, да, какой опыт у вас или что, вот задайте этот вопрос. И наверняка я точно знаю, что сейчас, вот когда вы чувствуете эту эмоцию, сильную, и она вас захлёстывает, то что никакие ответы вам не приходят. а теперь следующий шаг. А теперь сейчас почувствуйте благодарность, вот прям искреннюю благодарность к этой эмоции. Ну, допустим, вы чувствуете гнев или раздражение, да, и вы это озвучили. И сейчас поблагодарите, да, эту эмоцию за то, что она к вам пришла. и отметьте, что как только вы начали чувствовать благодарность к этой эмоции, с этой эмоцией с негативной стало что-то происходить, она стала трансформироваться, да, вы как бы её гнев или там раздражение, да, вы начали её как бы обволакивать благодарностью. И сразу же, сразу же у вас начинают приходить ответы. Для чего вам нужна была эта эмоция и почему вы её чувствовали? И запомните этот ваш ответ. Мы закончили с вами упражнение. И я хочу дать вам такую рекомендацию, что те упражнения, которые сегодня мы с вами сделали, вам нужно включать это видео и тренироваться. Как только вы натренируетесь, у вас будет более лёгкий доступ к вашему эмоциональному состоянию, а самое главное к управлению вашими эмоциями. Ну что ж, а сейчас давайте подведём итог нашего сегодняшнего занятия. Итак, вы сегодня узнали о том, что эмоциями можно управлять и получили в подарок упражнение, через которое вы научитесь это делать. Второе. Это алгоритм. Вы сегодня получили алгоритм управления вашими эмоциями. И давайте его повторим. Сначала вы чувствуете эмоции и остаётесь в ней. Затем вы определяете эту эмоцию и называете эту эмоцию для себя. И остаётесь в этом состоянии. Следующая ступень это вы проговариваете эту эмоцию вслух. И следующая ступень четвёртая это вы выходите на уровень мета-состояния, где вы одну эмоцию обволакиваете другой, тем самым трансформируя негативную эмоцию и даёте этой эмоции завершить свой цикл и уйти. А сейчас домашнее задание. Всё, что вам нужно сделать это поупражняться при помощи тех упражнений, которые вы сегодня получили для того, чтобы научиться управлять своими эмоциями. А завтра мы с вами поговорим о следующем уровне любовь мысли. И я прощаюсь сегодня с вами. До завтра. С вами была Натали Вейлис, ваш психолог и ваш коуч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова